да вот мне напомнили насчет книги хотелось бы чтобы все-таки книжку прочитали можно да можно можно флешку дать кто не может читать в электронном виде я думаю что ее в принципе легко наверно можно в христианской книге купить и не думаю что она дорогая ну вчера я говорил дорогой агнес ну а Хорошо, давайте продолжим. Итак, Павел столкнулся. Павел столкнулся с кем, с какими философиями, еще раз давайте. Эпикурейцы, да, начнем с эпикурейцев. И мы застряли на одном их взгляде. Все зависит от судьбы, помните, да? Больше не будем продолжать, я думаю, достаточно. Значит, второе, что они считали, они считали, что со смертью все кончено. Идея была такая, что вот жизнь прожили, умер, и все, и до свидания. То есть никаких дальше нету действий, ничего дальше больше нету. Ну и скажем так, что эта теория для многих бывших людей из Советского Союза, да, также такая же, да, что, а что там вы мне рассказываете? Вот я умер, и все. Кроме вот этого вот выкопанного места, там метр на два, больше ничего не будет. Похоронят меня, на этом все закончится. Значит, следующая их идея была в том, что боги далеки от мира, и они их не беспокоят. Ну, то есть другими словами, что по большому счету боги никак вообще не влияют на их жизнь. Еще одна мысль — это то, что наслаждение — это главная цель человеческой жизни. Вот здесь. Спасибо большое. При этом они подразумевали, что плотские и материальные наслаждения, по их мнению, были наивысшим. Ну, значит, что главная цель — это человеческое наслаждение, главная цель человеческой жизни. Под этим подразумевались плотские и материальные наслаждения. Ну, вот что являлось наивысшим наслаждением — это отсутствие страдания. Не, ну, имеется в виду, они в данном случае говорили о жизни, то есть это их рассуждение о жизни, то есть что наивысшее наслаждение — это отсутствие страдания. Ну, когда, да, ты ни от чего вообще не страдаешь. Всегда все в шоколаде. При любых раскладах. Следующие — это были стойки, с которыми там Павел беседовал. И они считали, что все есть Бог. Бог — огненный дух, который, правда, ослабел в вещественном мире, но обитает во всем. Значит, они считали, что человеческая жизнь происходит от маленькой искры этого духа, обитающего в человеке. Ну, а когда человек умирает, она, эта искра, возвращается к Богу. Значит, они считали, что человеческая жизнь происходит от маленькой искры этого духа. Ну, они считали, что в Бог есть огненный дух. Поэтому, как продолжение их развития мысли в том, что человеческая жизнь происходит от маленькой искры этого духа. Эта искра обитает в человеке. Когда же человек умирает, то она возвращается к Богу. Поэтому все свершается по воле Божьей. И, следовательно, все следует принимать как должно. Это в том отношении, видите, если все прописано в вашей жизни заранее, да? Да, ну, то есть та же идея, да, в принципе, что все зависит от судьбы. Что если все прописано, то получается, что ж там барахтаться-то? Можно просто уже течь, куда льется, да и все. Ну вот. Вселенная время от времени распадалась, сгорала и возобновлялась вновь, повторяя свой цикл. Их взгляд был на Вселенную такой, что она существовала, потом она исчезала, потом опять восстанавливалась, и цикл повторялся. Это все стойки. Это все стойки, да. Вселенная время от времени распадалась, сгорала и возобновлялась вновь, повторяя свой цикл. Это интересно тем, что, знаете, сегодня мы можем все подобные взгляды также увидеть. И не обязательно, чтобы человек, знаете, был с мировоззрением стойка, но у него просто есть такое мировоззрение, он вот таким вот образом смотрит на свою жизнь. Также здесь интересно место, которое привели Павла. Куда они его перевели? В Ариапах. В Ариапах. Значит, это место находилось на холме, а холм сам назывался холмом бога войны Марса. И это место было своего рода как суд. В общем, это место, где производился суд. Особенно такие важные, знаете, какие-то вопросы решались именно там. Обычно суд состоял из примерно 30 избранных людей. то есть в данном случае судья был не один, а их было, ну, где-то в среднем 30 человек. Те, которые выносили решение и принимали решение по поводу чего-либо, что выносилось на суд. Ну, в данном случае чаще всего вопрос стоял конкретно, когда кого-то обвиняли в убийстве. Ну, и также этот суд, он осуществлял контроль над общественными нравами. Ну, следил за нравственной жизнью. Ну, понятно, да, что территория была Рима. Да, Римский, получается. Вот. Итак. И вот интересно, что Павла приводят именно в это место. Ну, представьте себе. Сам суд вообще, как бы, да, наверное, на каждого человека, ну, действует в определенном таком, ну, как бы сказать, можно отрицательном смысле, да? Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Нет, его привели на это место, как бы, с целью поговорить с ним там. Но можно себе представить, что зачем его привели именно туда? Ожидали, наверное, что Павел испугается. Ну, потому что это очень серьезное место, где принимается, как бы, скажем, решение о жизни человека, да, о его дальнейшей судьбе и так далее. То есть, видимо, предполагали, что Павел испугается и, наверное, перестанет защищать свою веру и так далее. Но Павел не испугался. Потому что, на самом деле, он рассматривал всю эту ситуацию, знаете, как ситуацию, данную Богом для того, чтобы еще раз иметь возможность засвидетельствовать всем этим людям, которые были, знаете, и знатью определенные, и какие-то философы, ученые люди и так далее, он мог иметь возможность еще раз им засвидетельствовать о всемогущем Боге. Теперь мы переходим к очень важному здесь фрагменту, это самой проповеди Павла. Проповедь Павла, она здесь записана с 22 по 31 стих. Ну, мы, в принципе, читали. Я не знаю, хотите, можем еще раз прочитать, чтобы освежить, может быть, давайте освежим еще раз. С 22 по 31 стих. Да, мы все остаемся там же. 17 глава Деяний. И став Павел среди Ореопага, сказал Афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваше... Давайте остановимся вначале на этом стихе, да? А, не, ну, читайте еще один, да. Ибо, проходя и осматривая ваше святыне, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Итак, начало проповеди Павла. И особенность в данном случае заключена в чем? Павел изучил ситуацию. Вот то, в принципе, можно сказать, чем занимается апологетика, да? Павел изучил ситуацию, Павел посмотрел на нужды, в данном случае этих людей, да? И он находит ответ для них через Слово Божье. И использует даже их вот это вот поклонение для того, чтобы сделать это как мостом, для того, чтобы проповедовать именно об Иисусе Христе. Видите, да? То есть очень важный момент — это в том отношении, что в действительности проповедуя Слово, если мы ведем такую дискуссию, знаете, это не короткая проповедь Евангелия, когда мы просто, может быть, ну, есть разновидности, да, также проповеди Евангелия. В том отношении, что есть моменты, когда мы там, может быть, стоим на улице и свидетельствуем людям проходящим короткие разговоры, да, когда мы можем только сказать Евангелие и так далее. Но в данном случае это была не короткая беседа, это был длительный разговор с дискуссией. Мы видим, что они разговаривают, да, и там раньше мы читали, что Павел с ними там дискутировал и так далее ежедневно и в синагоге, и там, и здесь. И вот мы видим, что Павел находит аргумент, где они в действительности будут готовы слушать его. Это понятно, да? То есть, ну, другими словами, ну, если бы Павел начал бы просто так, о, я смотрю, вы такие идолопоклонники, и у вас только там такое множество этих богов, да вы вообще все пойдете в ад просто со своим идолопоклонством. Кроме того, вы прокляты, ваши семьи прокляты, и ваше поколение в четвертом роде прокляты. Так бы он тоже мог сказать, и это все слова Писания. Вы понимаете, да? Но он этого не делает, потому что он не просто хочет, знаете, сказать слова истины, которые в итоге что сделают? Оттолкнуть этих людей. Может быть, в действительности Бог будет действовать так, что и кто-то и это воспримет. Но мы видим, что он ищет путь и возможность, как донести Евангелие таким образом, чтобы он был услышан в данном случае. Из-за того, что он находит путь, каким образом донести Евангелие, то мы видим, что его начинают слушать. Да, вот он говорит, то есть он прошел там, посмотрел на это все дело, и потом говорит, о, увидел. Увидел, да, место, на котором не было идола, и было написано Богу невидимому. Ну, есть определенная история, откуда это взялось, ну, не будем сейчас в это мы входить. Сам важный момент. Это означало то, что в действительности эти люди, кроме поклонения вот этим вот богам, которых они там придумали сами, сделали сами и так далее, да, и всего этого суеверия, идолпоклонства, они в действительности поклонялись Богу, которого они не знали, но понимали, что он есть какой-то реальный Бог, который что-то делает, и при этом он для них был незнаком. Но Павел использует именно это. Использует для того, чтобы перейти к проповеди, чтобы он был услышан. И мы видим, что в действительности, начиная таким образом свою проповедь, он дает возможность тому, чтобы они его выслушали хотя бы. Никто его не перебивает, они его слушают. И он делает очень это всё красиво. Он говорит, что я, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, видите, особенно набожны. И причина, потому что вы поклоняетесь неведомому Богу. И тут он говорит, вот об этом Боге. Интересно, что ещё, какая особенность? Что этот Бог для них был что? Не знали. Они не знали его. Это был неведомый Бог. То есть они, в действительности, это было то, чего они не знали. Вы понимаете, да? А там были такие, ну, люди, которые были образованы, которые были грамотные, которые там знали разные там философские идеи, высказывания. То есть там, они могли часами проводить время, а они так о себе и говорят. что мы вообще как бы любим, да, поговорить и лучше времени не знаем, в чём провести, как вот подискутировать, пообщаться, поразговаривать и так далее. Вот так они были настроены. А тут приходит человек, который говорит, о, вижу, вы поклоняетесь Богу, но не знаете этого Бога. А я знаю этого Бога и хочу вам о нём рассказать. И это что? Вызывает у них что? Интерес, потому что есть что-то, то, чего они сегодня не знают. И это было для них даже удивительно. И поэтому Павел имеет возможность тут же перейти к проповеди. К проповеди о Боге. Значит, что Павел говорит в данном отрывке? Во-первых, он говорит, что Бог не сотворён людьми. Его мысль, видите, она направлена на то, что Бог не сотворён людьми, при этом Бог сам является Творцом. До этого момента у них было какое видение о Боге? Что Боги — это те, которых они там делали, или себе представляли, и так далее. Но в данном случае он говорит, что он не только не сотворён, но он сам является Творцом. И он, этот Бог, сотворил всё. Дальше его идея заключена в том, что нельзя поклоняться предметам или идолам то, что вы сделали своими руками. И если посмотреть вот так, для многих, кто находится в таком состоянии, Бог является тем, кому они дают свои мысли, энергию и время. И я скажу, что для нас, верующих людей, отношение с нашим Богом должно быть тоже таким. Мы должны Богу отдать всё и посвятить всё. Вы меня слышите или нет? Потому что у некоторых удивлённые лица. то есть наше отношение с Богом, оно должно быть таким, что всё, что я имею, всё, что принадлежит мне, я весь сам, со всей своей внутренностью, всем остальным, я посвящён тебе. Такое должно быть взаимоотношение с Богом. Тогда потом не возникает вопросов в отношении того, что исполнит мне ли волю Божью или нет. И его фраза, что Боги не нуждаются в служении рук человеческих. Ну, конечно, я помню, я когда только уверовал в 90-х, в начале 90-х слышал проповеди, когда часто, знаете, проповедуя человек, говорил, прочитывая это место Писания, и он так делал обычно. Бог не нуждается в служении рук человеческих. Никогда не видели такого? Ну, то есть, подразумевая конкретное действие, да, то есть, таким образом. Ну, в данном случае Павел, конечно же, не имел это в виду. Павел имел в виду на самом деле, что они сделали этого Бога своими руками, и потом ему ещё служат таким образом, знаете, там, принося какие-то жертвы ему и так далее, что-то делая. То есть, Павел имел в виду именно это. Следующее, о чём он говорит, он говорит о том, что Бог направляет историю. Бог направляет историю. То есть, другими словами, у Бога есть план. Ну, вот это, это я, когда говорю о плане, знаете, не думайте сразу о том, что я говорю, что у Бога есть судьба для вас. У Бога есть план. У Бога есть план в отношении всего человечества. Вы понимаете, да? То есть, он сотворил человека, и он имеет план, мы знаем, да, что ещё до сотворения у него был план уже и о том, что должно быть Боговоплощение, да, в Иисусе, который должен был умереть из наших грехов, и воскресенье из мёртвых. Это план Божий в том отношении, потому что Бог, Он, зная начало, зная конец, Он продумал план спасения для человека, и у него есть план, что вот есть начало, и где-то будет конец, и конец будет каким? Счастливым, конечно. Не для всех. Для кого-то печальным? Не для всех. Для Бога, в принципе, в общем, он хорош. Счастливым будет конец в данной истории не для всех, понимаете, да? А только для тех, которые, что? Которые уверуют, которые покаются, которые примирятся с Богом. Для тех будет счастливый конец, а для остальных конец будет несчастливым. Потому что их ожидает суд, и в итоге их ожидает смерть вторая, а Гея наобнивая. Поэтому для этих счастливого конца не будет. Бог сотворил человека, и Бог вложил в человека вот этот поиск того, что... Ну, что Бог сотворил человека с какой целью? Чтобы он искал Бога. Чтобы, да, чтобы человек имел общение с Богом. И когда человек лишился общения с Богом в результате греха, да, то произошло то, что вот это вот внутреннее состояние, которое присутствует все равно у каждого человека, что он имеет неудовлетворение, потому что он не исполняет то, для чего он был создан. и двигает человека в том, что он как бы все время ищет этого общения, но, к сожалению, он его находит очень часто не там, где нужно, заменяя общение с Богом, заменяя какими-то другими вещами. Ну, в данном случае общение с идолами идет речь, да, а в итоге мы можем сказать о том, что это приходит с общением с демонами в результате. потом Павел говорит о том, что время вот этого искания в темноте, оно как бы завершилось в результате того, что был Иисус рожден здесь на земле, да, и воскрес из мертвых, для того, чтобы люди могли уже сегодня покаяться и примириться с Богом. То есть время вот этих вот поисков, оно пришло к завершению. Ну, не для всех мы понимаем, да, потому что многие продолжают, но глобально, то есть оно пришло к завершению в том отношении, что любой человек сегодня уже может через Мессию Иисуса найти то, чего он так долго ищет и иметь это взаимоотношение с Богом. Иметь это чудесное общение, постоянное общение, ежедневное общение. Также он говорит им о том, что в действительности во Христе через прощение грехов, призывая всех покаяться, да, он говорит, что людям теперь открыто познание Бога. еще очень важный момент это то, что прошел тот период, когда Бог прощал людям по их незнанию. Вы это мы испоняли, да, что закончился период, когда Бог прощал людям по их незнанию. Также Павел говорит о важных вещах, о том, что грядет судный день. его мысль заключена в том, что жизнь не движется к абсолютной гибели, как полагали эпикурейцы. и не дорога к слиянию с Богом, как думали стоики. Ну, помните, мы говорили, что когда жизнь человека заканчивалась, то искра, которая была, возвращалась к Богу, да. жизнь есть путь к праведному суду Божьему, где судьей является Мессия Иисус. И именно в воскресении Мессии Бог показывает предназначение Иисуса, для чего Он был предназначен. И заключительная его мысль звучит таким образом, что мы имеем дело не с неведомым Богом, а мы имеем дело с воскресшим Мессией. attendees нас ну что вы думаете проповедь Павла. Она была актуальна, полезна? Достигла ли она цели? Я думаю, что достигла. И еще это было, ну, конечно, не описывается. Я думаю, что потом, после того, как Павел ушел от них, это... Я думаю, начал... Он просит микрофон. Я думаю, что после того, когда Павел ушел от них, я думаю, что это стало между ними передаваться от одного к другому. Все это слово, которое вот на данный момент... Ну, в присутствии грехи тридцати человек, да? Когда он проповедовал. Я думаю, что потом это распространилось по любому слову. Везде. И многие как бы стали уже сами искать Бога, ну, может быть, куда-то в синагогу или другие места идти. Ну, их там было не тридцать человек. Тридцать человек — это были судьи. Ну, да, судьи. То есть я просто, ну, не сказал, что их там было тридцать человек. Да, пожалуйста. Ты знал, да? Это я не знаю. Это у Валентина спрашиваете. Я думаю, мне еще... Я думаю, что эти люди, они, как сам Павел указывал, то, что они особо набожные. И эти люди, они, на самом деле, наличие многобожества у них, оно доказывает еще то, что эти люди были готовы принимать. То есть, потому что там разные боги были. И Павел, как бы, ну, дал им новое течение, новое, ну, что-то показало, что новое, то, что они еще не слышали. Но так как эти люди, у них много богов, они и могли принять это новое. То есть, ну, то есть, могли размышлять уже. То есть, я в любом случае думаю, что, а то, что он говорил там, для них это произвело, ну, большое впечатление. Ну, потому что два человека сразу покаялись, уверовали. Интересно то, что, как бы, здесь я не соглашусь с вами в отношении того, что то, что они верили много богов, им было легко принять еще одного бога. Ну, в смысле, вот принять еще одного бога до кучи, да, наверное, им было легко. Но принять этого бога как единственного бога, вот это было нелегко. Ну, вопрос, на самом деле, заключен в чем? Ну, например, все мы знаем, да, был такой факт о том, что было крещение Руси. Каким образом оно было? Силой. Насильственным, да? То есть, загнали всех, крестили, сказали им, что были вы язычниками, теперь вы христиане. И что произошло? Они, так сказать, крестили, но не просветили. Ну, и получилось что? Что язычники подумали, ну, ладно, у нас там сто богов будет сто первых. Что это, как-то на нас там повлияет хуже? Ну, на одного бога больше, значит, как-то, наверное, жизнь будет лучше. Вот. Эти нам что-то не помогали, этот, может быть, больше поможет и так далее. То есть, если рассматривать строчки зрения язычника, то на самом деле здесь, если нету возрождения у человека, да, то есть нету реального покаяния и веры, то он, конечно, может принять, ну, как еще одного бога. Но в данном случае речь идет о том, что он должен все это оставить. и этот бог, которого они принимали, которого проповедовал Павел, да, он должен был быть единственным богом. И никаких уже больше не могло быть ни идолов, ни мыслей и так далее. То есть, человек должен был заново родиться, да, стать новым творением, как говорит Писание, и так далее. Ну, на самом деле здесь говорится, что не двое людей веровали. Посмотрите внимательно. Да, там трое, и еще потом. Люди с ними. А, некоторые же мужи. Ну, верование, если у них было, для них, если у них было, то люди с ними были. Ну, да, то есть сучка. То есть, людей было достаточно, мы не знаем, сколько, но их было достаточно. Ну, то есть, мы видим, что был плод его проповеди, да. Мы прекрасно понимаем, что, ну, независимости от того, как красиво или некрасиво проповедуешь, как излагаешь свои мысли и так далее, все равно действие производит Бог. Понимаете все, да? Вот. Но в данном случае мы видим, что Бог действовал, да, проповедь Павла ложилась, как нужно, открывала именно в действительности те мысли, которые им нужно было понять. Мы видим, что он давал им ответ на те верования, которые они имели, да. Ну, вот, допустим, как вы вначале сказали по поводу там свидетелей Иеговы, которые к вам пришли. И вам нечего было ответить. То есть, это означает, что Павел, он знал уже их философиевое мышление, он знал их мировоззрение и направил свою проповедь, построив ее таким образом, чтобы его слово, которое он будет проповедовать, слово Божье, да, чтобы оно было ответом на их мировоззрение. Чтобы показать, что их мировоззрение не является истиной, но что в действительности вот Слово Божье дает истину, и Слово Божье является самым правильным мировоззрением. Ну, Павел был в действительности очень грамотный. Микрофон дайте Валентину. Очень интересно просто, Леонид очень интересную тему затронул. Там действительно были историки, там были философы, а философы не не верили в Богу, были люди, которые искали Бога. И по истории, если смотрели в то время, то они стремились к Единобожью, они признавали, что уже даже Зевс у них был одним, а проявления его были разные, типа вот эти все его импостасии. Поэтому то, что Павел говорил, я понимаю, что он просто уже говорил готовую почву, потому что они только ждали человека, который придет и скажет им то, что нужно ему рассказать. Потому что вот этот Единый Бог, это уже была великая, как я скажу, мистерия, тайна, открытая в то время. Это книголисты Сантау из-за этого, прочитать апостола Павел и все эти юридейские источники, это как раз эта тема разбирается. Потому что для философов Бог ничего не значил. Они верили в Атам, они верили в что-то непонятное, не было личности. А он здесь раскрывает личность, и люди начинают делать за личностью. Поэтому я считаю, что какая его оставлю мало. Ну, мы не знаем сколько, но написано некоторые мужи. Мы видим, что есть плод, есть результат этой проповеди. И в действительности это учение, которое Павел дает, мы можем его смело назвать учением. Учение, которое Павел здесь дает, оно в действительности отвечает на их вопросы, на их искание. Даже для многих разрушает их верование на тот момент. Понимаете? Но они в этом видят в действительности, что то, что он говорит, это намного интереснее, важнее. И в действительности является и выглядит истинной по сравнению с тем, что мы мерили до сих пор. Вы заметили, что здесь речь идет о двух людях. Ну, что сказали, что два человека. То есть это некоторые из них. И интересно вообще, что упоминания только о двух этих. Они названы конкретно. И обычно, когда в Писании упоминается конкретно, допустим, идет разговор, и раз, еще это имя упоминается, то нас Писание на что-то подводит, показывает нам что-то, чтобы мы обратили на это внимание. В данном случае хотелось бы посмотреть на то, что, во-первых, этот человек, Дионисий, да, как он назван? Ариопагит. Вот, совершенно верно. То есть он не зря назван именно таким именем. Это означает, что он один из этих судей. Один из этих. То есть это означает, что этот человек имел самую высокую власть в этом городе. Понимаете, да? То есть это высокопоставленный какой-то чиновник, ну, говоря сегодняшним языком. Ну, не депутат там, как это там у нас. Ну да, старший судья там и так далее. Как там? Судья города, как правильно, не знаю. Вот. И, значит, то есть мы видим, что слово Павла, она затронула разные слои населения. Видите, да? И людей с разным, даже я бы сказал, образованием и с разным мировоззрением. То есть в данном случае этот человек высокопоставленный, естественно, образованный человек, понимаете, да? И, конечно же, богатый человек. Он был затронут этим словом. И Дух Святой, конечно, совершил в нём работу. Он покаялся, уверовал и последовал. Вот. А вот женщина, о которой здесь говорится, да, Мария. Интересно, что предполагается, что на самом деле именно почему используется здесь, говорится об этой женщине. Чтобы показать контраст. Что один такой знатный, высокопоставленный и так далее. На самом деле женщины, ну, историки говорят о том, что они не пользовались в Афинах никакими правами и свободой. Обычно, ну, женщины сидели дома, либо там могли выйти, конечно, на базар. Вот. И, скорее всего, утверждают, что вообще это, как бы, ну, являлась женщина просто, ну, вероятнее всего, ну, проституткой или, ну, как говорят, падшей женщиной в то время, да? Ну, учитывая, что в то время было достаточно много вообще людей, которые занимались там хромовой проституцией и так далее, средиязычников. То есть таких женщин было много на улице и они были везде. Ну, вот порядочных женщин так вот нельзя было встретить на улице. И почему именно здесь упоминаются они? Для того, чтобы в действительности показать контраст. Что проповедь Евангелия, оно касается разных людей, разных слоев населения, разных людей по образованию. То есть, что не важно, потому что иногда люди думают, ну, как вот этим вот образованным людям проповедовать? И, допустим, кто-то говорит, ну, можно проповедовать только тем, кто безграмотен. Он все равно ничего не понимает и все, что ему не скажешь, он во все поверит. Ну, это неправда, вы понимаете, да? Потому что Слово Божие есть истина, а куда приходит истина, она людей делает что? Свободными. Поэтому в данном случае вот это высокопоставленное человек, она сделала свободным от поклонения идолам и от каких-то своих мировоззрений, которые являлись пагубными для него. А для этой женщины истина сделала также ее свободной в том отношении, что ее жизнь тоже изменилась с этого момента. и она уже не была той пренебрегаемой, которую все пренебрегали, потому что, как выражается, падшая женщина и так далее, потому что ее жизнь также с этого момента изменилась. Попробуем. Вопрос тогда. Как эта женщина-домарь, она могла оказаться тогда в Ариапаге? То есть, если она низкого положения была, что женщина могла, и тем более, если она блудница, то могла там быть? Ну, в данном случае здесь не написано, что она была в Ариапаге. Потому что 33 стих говорит, так Павел вышел из среды их и потом сказано, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий, ариапагит, и женщина именем Домарь. и другие с ними. То есть, эта женщина могла слышать его проповедь до этого момента, когда он ходил там, и присоединится уже к нему, уверовавшим. Но может быть, но это же не фанацена, что именно она будет. Может быть, она поставлена? Ну, во всяком случае, все, какие, ну вот я посмотрел исторические данные, говорят именно вот в пользу того, что, вот. Ну, и я скажу вам, что, учитывая то, что здесь сделан акцент на двух этих людях, это говорит о том, что этот акцент сделан именно с определенной целью, чтобы нам показать, что Слово Божье достигает любого человека и разные свои населения и так далее. Понимаете, да? То есть, чтобы именно показать нам, что в итоге, когда люди приходят по знанию истины, становятся свободными, спасенными и так далее, то Бог на них смотрит на всех одинаково. Понимаете? Люди могут там иметь свой взгляд и так далее, но Бог смотрит на человека, поэтому часто любимо цитируемые в церквях места из Писания, которые говорят, что нет ни Иудея, ни Елена, да? Вот. Они также говорят о том, что нету ни мужчины, ни женщины, ни рабы, ни свободного и так далее. Хотя, в основном, всегда останавливаются на мысли о том, что нету ни Иудея, ни Елена. Вот. Но вообще мысль заключена в том, что когда мы получаем спасение, когда мы находимся в этих отношениях с Богом, то уже будучи спасенными людьми в глазах Божьих нету различия. Мужчина, женщина, спасенный, в смысле, извините, еврей, не еврей, раб, свободный. То есть в этом отношении Бог смотрит и всех называет своими детьми. Для Него нету различия, насколько у тебя толстый кошелек. Понимаете, да? Спасенная душа. То есть Его это не беспокоит и не волнует. Это может быть людей беспокоит и волнует, а Бога это не беспокоит и не волнует. Потому что Его волнует только одно, чтобы человек был спасен, чтобы человек имел мир с ним и жил действительно с той праведной жизнью, которой Бог хочет, чтобы мы жили все. Все, делаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok